добрый день и любое другое время суток по вашему выбору ночь не обязательно но детей лучше от экранов убрать потому что сейчас будет очень много всяких голых коленок и прочих частей тела потому что я как и обещал решился посмотреть фильм осыпь 95 года ну или порода вид там как угодно можно переводить я даже больше сделал я даже сразу посмотрю фильм осыпь духа вот ну потому что это все очень очень забавно смотрится особенно сейчас тут дело в чем я сразу говорю конечно можно сказать что эти фильмы их стоит смотреть только из-за сисек наташи хенстриш вот но скажем так не только не только да и не все тут смотреть стоит вот но и за сисек тоже сиськи красивый базара 0 и не только наташи хенстриш тут много всяких вот разнообразных а вот но разговор немножко не об этом все-таки мы уже молот фаги мы уже не в том возрасте чтобы из-за одних сисек что-то там смотреть в конце концов порно хап никто не отменял вот первый фильм он интересен чем он интересен теми кто его день делал собственно это вот режиссер роджер дональдсон которого мы недавно встречали до смотрели его замечательное кино нет выхода с кевином коснером но еще он тут кое-что снял по мелочи типа фильма баунти там вот рекрута с салем почина и так далее и тому подобное вот коктейль с томом крузом тоже хорошее кино вот то есть человек то такой не последний в своем деле он не то чтобы какой-то великий там прямо уж творец да но хорошее крепкое кино снимать умеет вот опять оператор анджей бортковяк ну вот смотрите адвокат дьявола скорость до смертельное оружие с меня хватит с майклом дугласом то есть хороший мужик то вот ну композитор здесь не очень вот а вот в ролях тут прямо звездное небо такое впечатление что снимали блокбастер ну судя по бюджету учитывая 95 год но вообще бюджет такой хороший цвете сэр бен кингсли да вот майкл мэтсон я напомню что майкл мэтсон он не всегда был дешевым клоуном из цирка александра невского да вот он когда-то считался неплохим очень крепким актером да и вот очень тарантино любил подтягивать в свои проекты и так далее и тому подобное и это вот то самое время когда мэтсон то был в топе а вот ну форесту вытекер да это вообще очень любопытный персонаж отличный актер просто шикарный актер форест вытекер вот другое дело что он иногда снимается во всякой фигне вот тут как бы да есть у него такой минус ну и наташа хэнстридж естественно да вот и вот я смотрел первый фильм до первый фильм он нам скажем так достаточно любопытный и я бы даже сказал что он достоин просмотра почему потому что здесь есть не только как я уже сказал сиськи наташи хэнслиш а вот здесь во первых есть история да то есть инопланетянка ну то есть не инопланетянка генетически выведенная из какого-то радио послания там с другой планеты вот девушка да то есть она несчастная бедная растет в какой-то в какой-то секретной лаборатории да там вот персонаж бена кингсли вот ее выращивает как он попал на эти галеры вроде серьезный человек бен кингсли а вот ну он ее короче выращивать но в какой-то момент как бы решают что нет она того не стоит лучше кому ее грохнем а то мало ли что вот но девушка умирать отказывается и соответственно сбегает и начинается как бы погоня да за инопланетянкой подтягивают майкла мэдсона пориста литекера там вот этих вот двух еще персонажей вот тут понимаете что что интересно во первых фильм он хорошо снят в смысле динамики тут очень много событий происходит тут постоянно что-то творится то есть никаких провисов и так далее и тому подобное то есть следить за этим интересно то есть такой очень динамичное действие развивать особенно по началу когда вот они за ней гоняются вот это во первых хотя конечно вот чё тут не хватает так это хорошей правильной музыки как у джона карпентера музыка здесь подкачала вот это во первых а во вторых тут есть некая логика да в сценарии ну как мы с вами понимаем фантастические фильма сценарий фантастического фильма может представлять с точки зрения реальной жизни в полную бредятину это да а вот тем более эротического фантастического фильма а вот это сам бог велел но внутри сюжета должна быть какая-то логика своя да и вот тут вот она есть то есть принципе если вот все вводные мы принимаем да то и соответственно вот это вот злобный инопланетян она не злобная во первых дату то есть ты сопереживаешь потому что эта маленькая девочка тебе и специально там пол фильма показывали эту маленькую девочку как ее взрослые дяди нехорошие хотят убить так далее там фанты сопереживаешь вот и даже когда она вся сястую наташу хэнс лишь превращается ты все равно сопереживаешь ну потому что она как бы здесь у нее никаких злых умыслов то нет дата то есть она живет именно так как и диктуют инстинкты которые вырастили вместе с ней эти инстинкты в лаборатории да так далее и тому подобное она защищает свою жизнь пытается то есть размножаться как-то и так далее и тому подобное размножаться она пытает туда но все-таки фильм ужасов считается а вот размножаться она пытается замечательно совершенно мне очень нравится каждый мужик которого она клеит он во-первых красавчик такой брутальный да ну она приезжает в лос-анджелес да в лос-анджелесе все мужики брутальные красавчики во первых во вторых у каждого мужика в лос-анджелесе дома есть бассейн это важно потому что она в бассейне очень любят этим заниматься вот и так далее и тому подобное но тут кстати не только она размножается тут еще учу ученые размножаются тут потихонечку мы вот в процессе погони и так далее и тому подобное вот то есть внутри сюжета как бы есть логика да то есть если вот на это все принимаем до водные то инопланетянка ведет себя логично кстати вот этот вот ее маневр замечательный с уходом от слежки да он тоже очень хороший а вот и поэтому так как это все логично персонаж продуман хорошо хорошо подан развит и так далее и тому подобное вот инопланетянки сопереживаешь на нее интересно смотреть и так далее и тому подобное команда соответственно этих вот ловцов да она тоже хорошая да вот единственное мне очень не то что не понравился форест уитекер но у него какой-то очень дурацкий персонаж он как такой я не знаю как как этот знаете вот детектор движения в чужих да вот то же самое он делает только вот вместо этой черной коробочки у нас черный форест уитекер а вот ну и последние как бы предъявок к фильму усыпь до смысле минусов его до том что режиссер дональдсон не умеет в масштабный экшен то есть там вот когда концовочка начинается и по идее должно быть какое-то сражение кого-то с кем-то до какой-то махачу там вот видно что это не его надо было как какого-нибудь второго режиссера но помощника режиссера снять который снимал боевики конкретно да вот типа чужих 2 до взять кэмерона к себе на подтанцовку чтобы кэмерон те снял последнюю сцену вот если бы она была мощная да вообще бы к фильму особых претензий не было все тут хорошо динамика интрига сиськи ужасы кровища инопланетяне там все дела вот поэтому собственно фильм осыпь вот первый оригинальный он вполне смотрибельный даже сейчас я бы сказал то есть он какого-то отторжения абсолютно не вызывает такое очень милое кино из 90-х годов тем более что он окупился и так далее тому подобное вот а так как он окупился мышь понимаешь если фильм окупился над продолжение снимать начали снимать продолжением снимал вот тоже непростой человек снимал вот такой вот режиссер питер медок да вот у него извините меня в анамнезе ромео истекает кровью офигенное кино ну она как офигенный она она очень забавная милая и там потрясающая лина оллин ну и насколько вы помните гэри олдман а вот я решил посмотреть посмотреть я его так очень смутно помнил из детства мы же это все где-то в детстве смотрели а вот я решил глянуть боже мой это такой кошмар вот понимаете вот если из такого кино убрать внутреннюю логику повествование вот и нормальную динамику то получается трэшовая комедия собственно что здесь и получилось ну потому что уника никакого вот никакой логики никакого сопереживания да вот и но как бы фильм он не увлекает до своим действием да вот какого-то логичного действия нет он соответственно вас не увлекает а когда фильм вас не увлекает вы начинаете обращать внимание на детали как только вы начинаете обращать внимание на детали вы начинаете сразу ржать да ну потому что вам показывают лютые бредятину вот чем собственно фильм особь 2 является но можно кстати отметить спецэффекты они тут прикольные местами да ну а так хотя сохранили там часть актерского состава наташу хен встреч вместе с ее сиськами сохранили и тут вот очень много еще всяких женщин появляется разной степени обнаженности а вот отдельно порадовал присутствие актрисы мириам сир я ее помню по фильму готика кена рассова если помните такой замечательный фильм вот прекрасно она там своими глазищами сверкала на весь экран вот ну вот тут вот она к сожалению на втором плане но было просто приятно видеть знакомое лицо так вот собственно если брать сюжет то тут все замечательно тут эти ученые они судя по всему ученые для америки они опаснее чем инопланетяне потому что они на какой-то хрен вывели еще раз наташу хен встречи из замороженных днк вот обучили ее как бы всему до сделали ее там социально как бы активный но такой который по не умеет машину водить там все уже понимает про окружающий мир единственное что она там у них живет в стеклянные клетки и к ней не пускают мужиков ну ну чтобы у нее не обострилась это вот ее как бы это самое инстинкт размножения да вот это же ученые как как которые в первой части этим занимается вот они ее выводят вот и не пускают к ней мужиков но потом как бы вот я говорю когда режиссер забывает снимая кино что он нам говорил там 10 минут назад это очень смешно наблюдать потом у нее мужики шляются по палате сколько угодно вот то есть у нее все это естественно обостряется все начиная начинают начинаются вот эти вот ее позывы размножаться охраняют ее бабы бабы в костюмах спецназа причем фильме есть по моему два или три эпизода где этих баб просто мужики невооруженные раскидывают нахрен то есть по стенкам да то есть и наташи хенстришев раскидывать от кого нее охранять не по ним понятно как они этим пытаются заниматься ну вообще фильм снят 3 причем довольно небрежно очень много косяков кадре так вот и пока вот они ученые страшные выводят наташу хенстриш значит тут с марса прилетает монстра мужик которого исполняет актера модели эксгибиционист джастин лазер он тут такой очень красивый ну для девочек наверное он тут очень красивый вот он исполняет браво американского космонавта вот сына сенатора папа его сенатор просто прекрасен он по моему разговаривает вне камеры только матом вот в этом фильме ну короче бравые американские астронавты вот среди которых главной роли тут сын сын сенатора да вот мириам сир вот этот смешной негр обязательно должен быть который почему-то не заразился его послали в космос на марс потому что у него язва вот или за что у него язва он не заразила не заразился соответственно пришельцами ну естественно потому что вот этот вот фотомодель он когда пошел значит гулять по марсу он первым делом там нашел этого самого выкопал выкопал из грунта пришельца на самом деле почему такое произошло а потому что дискриминация вот извините вот как можно было у вас команда белый мужик спермабак а про американец и женщина почему послали белого мужика хочется сразу спросить ну почему вот послали бы туда афроамериканца он бы там поиграл бы баскетбол никакого грунта бы не собрал да и все было бы хорошо или бы послали туда женщину она бы там показала бы сиськи традициях этого фильма и трои традиции в традиции каких-нибудь фемен до феминистского движения про грунт бы забыла и тоже бы ничего не случилось а этот пошел и откопал вот конкретно откопал инопланетянина инопланетянин в него вселился вот ну да были вылезы из банки вселился в него а дальше началось страшно вот потому что он начал бегать по вашингтону округ колумбия и трахать все что движется вот причем предпочитая проституток как выяснилось вашингтоне округ колумбия то есть в этой правительственной резиденции светлого града на холме значит такое количество проституток же просто караул и он там бегает постоянно постоянно значит этих проституток влавлив но тут как обычно тут еще фигурируют какие-то сумасшедшие гении там и так далее и тому подобное вот а этот короче он бегает короче трахает все что движется вот из-за этого у него там уже начинается что-то вроде вот вот фильма деревня проклятых если помните джона карпентера не самый лучший фильм карпентера вот но я думаю вы помните да что там тоже инопланетяне прилетели всех заразили вот у него там уже целый дом набиты этими детьми там и так далее и тому подобное вот в это время наташу хенстриш который надо все-таки дать какую-то роль в фильме вот а то она просто сидит в клетке и и подключают с помощью радиации причем не очень радует вот она лежит на станке да где ее подключают к радиации а рядом с ней стоит доктор шида то есть ей там в лоб светит какой-то лазерный луч который излучает радиацию а докторша она бы хоть перчатки надеваешь не говорю о каком-нибудь защитном радиационном костюме там еще чем причем наташа хенстриш она же тоже наполовину инопланетянка а потом она вообще целиком в инопланетянку превращается а вот то есть если в первом фильме да то есть там когда к инопланетянам заходили там хотя бы одевали скафандры там тогда там герой бэна кингсли чуть майкла мэдсона с девкой не спалил за то что они просто контактировали с веществом он их чуть не сжег вот комнате специальный да вот тут нет тут ничего этого не надо уже все все нормально никто ни от кого ничем не заражается самое смешное мне больше всего нравится вот тут майкл мэдсон опять появляется он такой он он замечательный наемный к нему генерал приходит в исполнении джорджа дзунзе которого если помните джейн трипл форн затыкала ледорубом или нет то его там шерон стоун его затыкала ледорубом в основном инстинкте здесь вот он играет замечательного генерал он приходит к майклу мэдсону старый сослуживец говорит слушай то тут это у нас новая новая тварь инопланетная надо поймать мэдсон говорит сидите нахер я не хочу я я в частном бизнесе работаю теперь зарабатываю деньги вот я не пойду хрен с ним с ней с ней с вашей америкой сами решать свои проблемы вот после чего генерал говорит типа слушай миллион долларов без налогов без налогов ну ладно хорошо вот мэдсон тут замечательно постоянно бегать с пистолетом вот хотя нам несколько раз за фильм показывают что пули на и на этих существ не действует зачем он носит с собой пистолет непонятно вот но вот негра вторая сторона смешной негр которого зачем-то берут в команду он вообще с собой носит мачете да то есть он даже огнестрельного оружия не носит вот и что радует если поначалу тут с майклом мэдсон постоянно бегает полк как каких-то спецназовцев фбр то потом они собственно когда начинается замес они куда-то исчезают ну я говорю вот придираться к косякам в этом фильме можно бесконечно вот начиная с того что я уже сказал да то есть вот по палате наташи хенстриж постоянно бродят какие-то мужики но за мужику как на мужиков она тут реагирует только на соответственно героя мэдсона и вот на эту инопланетную тварь потому что все остальные мужики из пентагона она и как мужчин просто не воспринимает ну негра она не воспринимает не потому что он черная потому что у него язва вот ну и короче это самое в общем такая бредятина вот в концовке какая-то такая сумасшедшая драка тут двух монстров нарисовали да как бы и вроде как сделали такие хорошие куколки страшные да но драка опять получилось идиотская потому что во-первых тут постоянные какие-то потуги смешать драку с половым актом вот ну и опять же но нету вот динамики нету экшена не умеет режиссер они почему-то ну может быть из-за того что денег было мало хотя я не знаю сколько у особи 2 бюджет 20 миллионов учитывая что нету этого самого бена кингс ли нету вы такера да в принципе можно было второго режиссер нормального найти ну хоть экшен то вы снимите как как у людей нет опять какая-то херня получилось вот если в первом фильме это был мелкий недостаток то здесь это говорю это главный недостаток потому что когда нету динамичного действия фильм превращается в говно но в лучшем случае в забавный веселый трэш а вот я не знаю фильм мусы 2 смотреть не нах не надо но если вы только не захотите это сделать вот как я это сделал да чисто для того чтобы поржать над косяками вот ну и дальше там уже конечно вообще от начался там уже это все плотно перешло даже не в категорию b а в категорию c вот а фильм осыпь 1 он я говорю он такой вполне приятный да то есть он не вызывает какого-то чувства именно отторжения так уж и такого впечатления что вот я смотрю говно нет такого нет вполне себе крепкая такое книжка из 90-х годов так что вот его принципе посмотреть можно ну и конечно же сиськи куда же без них а вот так что если захотите то приятного вам просмотра всем добра